Глава администрации города Марина Трескова совместно с участниками боевых действий в Афганистане посетили ряд городских объектов, сквер памяти пожарных, где прошел урок мужества с кадетами, городской краеведческий музей, а также музей боевой славы в школе номер 8. В рамках мероприятий, посвященных Дню вывода войск из Афганистана, участники боевых действий обсудили насущные вопросы с градоначальницей за кружкой чая. А торжественным завершением дня стал праздничный концерт в городском Доме культуры. Максим Швец расскажет подробнее. О, сколько же в России матерей облились горькими слезами. Их боли не пройти, не отогреть под траурными черными платками. Лаватнанские кадеты вместе с юнормейцами встречали участников боевых действий в Афганистане у мемориала памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга. Что такое долг, эти люди знают не понаслышке, ведь три десятилетия назад они исполняли его в Демократической Республике Афганистан. В память о погибших героях они возложили цветы и почтили минуты молчания. Надо обязательно помнить, потому что мы должны быть благодарны. Если бы не они, мы бы сейчас не жили здесь и, возможно, не было бы того, что сейчас мы имеем. Следующее место, которое посетили ветераны Афганской войны и команда главы администрации – это мемориальная доска Владимира Орла, установленная на первой школе. Он героически погиб в Афганистане, исполняя интернациональный долг. Памятное фото и знакомство с экспозицией, организованной в память о герое-выпускнике первой школы. Глядя на гранитную плиту, каждый из присутствующих участников вспоминает свою войну. Там повидал все. Всякое было. И гибель, и радости свои были, конечно. Все видали. В засаде, сами в засаду попадали, в сопровождение колонн. Задачи много выполнили. Здравия желаем, товарищи ветераны! А это уже кадеты восьмой школы приветствуют почтенных гостей в программе знакомства с экспонатами школьных музеев, в том числе и боевой славы. Сняв верхнюю одежду, невольно бросаются в глаза ордена и медали на груди ветеранов. За каждым из них своя история. С Кабула для Града снаряды сопровождал колонны. Впереди колонны шел на БМП. И когда в ущелье зашли, нас начали с одной стороны гора, с другой стороны речка Кабултики. И с той стороны, со стороны речки, с другой стороны ущелья, начали нас в гранатометах расстреливать в упорках. Ну и пришлось выехать. Колонну с продовольствием пропустили. Пропустили, со снарядами начали первую машину сразу подбить, она взорвалась. Я провел, там посты стоят, через километров до поста спустились, я развернулся и обратно. Ну а там уже как бы все рвется, воюют, нас расстреливают. Пришлось машину переднюю эту в обрыв столкнуть, чтобы колонна прошла. Так Николай Николаевич заслужил медаль за отвагу. В ходе экскурсии ветераны пообещали пополнить школьный музей новыми экспонатами. В преддверии замечательного праздника 23 февраля, а также мы знаем, что 15 февраля отмечался день вывода войск из республики Афганистан. 30 лет прошло с тех страшных времен. И сегодняшние гости были подтверждением тесной связи нашей работы с ветеранами различного рода войн и конфликтов. И ветераны боевых действий в республике Афганистан пообещали преподнести нам бесценные экспонаты, которые хранятся на сегодняшний день в их личных коллекциях дома. И я считаю, что данные предметы быта того времени, военного времени, станут отличным дополнением и пополнением нашего музея. Путь исследования глава администрации Марина Трескова рассказала присутствующим о проделанной работе, прошедшей несколько лет на территории муниципалитета. А кульминацией вечера стал праздничный концерт в ДК «30 лет победы», посвященный всем защитникам Отечества. Максим Швец, Григорий Волков, программа «Времестное». Продолжение следует...